чем вы руководствовались прежде всего и вдогоночку такой вопрос а что такое путинизм на какие его части можно разделить чтобы понять то что поняли вы но если вы имеете ввиду тот путинизм носителем которого является сам владимир владимирович что это тоже все очень легко препарируется мы видим чекиста чекиста ленинградской школы самой жестокой из самой несгибаемой скажем так из школ в чеках кгб на всем пространстве советского союза они вынуждены были таковыми становиться это процесс который происходил из-за того что именно петроград петербург ленинград всегда был местом концентрации большого количества вольнодумцев всегда был то что называется очень богат врагами народа и если где-нибудь в тихих провинциальных или более-менее спокойных городах не было такого концентрата диссидентов то в петербурге это было всегда поэтому и петербургский комитет госбезопасности формировался как особо реактивная структура там учили не испытывать жалости там учили из себя выпалывать вытравливать всякие представления о милосердии о справедливости о способности хотя бы понимать оппонента там оппонент был объектом уничтожения и все что требовалось от опера от следователя это нужно было найти аккуратный повод для того чтобы это уничтожение произошло и вот выкормыш этой школы которую я отлично знаю потому что я рос с детства в стенах этой школы и имел возможность ее изучить и имел возможность изучить все нюансы поведения этих людей и вот когда мы видим когда мы видим вот эту основную составляющую чекистскую составляющую мы понимаем что мозг чекиста это вообще очень легкая добыча для попов любого рода и не только для попов в прямом смысле этого слова там бородатых волосатых в камилавках но и для носителей любой в том числе очень примитивной конспирологии для носителей любых бредовых идей об особой роли особой миссии страны про ее мистическое и эсхатологическое значение то есть вот такой вот вариант который в германии назывался слова манерба тогда это все очень очень хорошо упаковывалось в одно понятие нрб и мы будем для удобства употреблять именно его то есть вот это вот смесь дикой совершенно мистики оккультизма эсхатологии чекизма очень дилетантских очень примитивных представлений об истории диктуемых такими но скажем так пятисортными брошюрками которые да действительно вероятно легки для восприятия но являются абсолютно ложными источниками и плюс конечно всемогущество которая разрасталась на протяжении 20 лет пока не стала сама по себе патологично и вот мы имеем эту фигуру вот это путинизм который заключен в пути а путинизм который живет в так называемом народе это право народа на жестокость на непричастность к цивилизации россия уже сходила в цивилизацию сходила вправо сходила в мир и выяснила что ей там делать нечего и она очень дорого была всегда готова заплатить за то чтобы ей позволили вернуться в свои пещеры об этом мы еще поговорим вы знаете